Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем пробовать новинки косметики. Некоторые средства являются новинками, некоторые скорее уже старинки, но все же я хочу вам показать, как эти средства работают на мне. Мы сегодня поговорим о тональном креме Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting. Также у нас будет пудра от Dior Backstage Powder No Powder, Highlighter Bobby Brown Pink Glow, гель для бровей Benefit 24 Hour Brow Setter и также бюджетное средство Catrice Bronzer Slash Pudra Sun Lover. И напоследок мы с вами протестируем помаду от Yuvignon в коллаборации с Еленой 864 и я также сравню эту помаду с Charlotte Tilbury Pillow Talk. Вы удивитесь, но у них оказывается много общего. Всю эту косметику я тестирую уже примерно неделю-полторы, так что мое мнение сформировалось. Сегодня я буду наносить все это на лицо, показывать вам, как оно работает и попутно рассказывать свои впечатления. Так что, если это видео вам интересно, то заваривайте чай, кофе, берите вкусняшку и поехали! Начнем, давайте, пожалуй, с тональной основы Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting. Это относительная новинка и у меня это оттенок номер 140. А Shiseido нам обещают то, что у данного тонального крема будет моделирующий эффект, у него сияющее невесомое покрытие. Они также утверждают то, что в составе крема есть прозрачные перламутровые частички, сияющие микрокристаллы и некие усовершенствованные оптические фильтры, которые будут подстраиваться под любые условия освещения и незаметно наполнять кожу светом. Очень-очень странное обещание. Я еще нигде не читала, чтобы тон заполнял мою кожу светом и подстраивался под любое освещение. Очень странное обещание, но в основном про этот тон говорят то, что это тон с лифтинг-эффектом, который должен подтягивать нашу кожу, который должен, соответственно, хорошо работать на возрастной коже, потому что все, что лифтинг и радиант, это как раз-таки для возрастной кожи. Так что давайте с вами посмотрим, действительно ли это так. Сам тон открывается вот так вот, нужно повернуть крышечку в бок и потом уже надавить на помпу. Очень плохая упаковка, откровенно говоря, потому что она неудобная и, кроме того, вот этот носик все время остается грязным. И если вы визажист, если вы хотите взять этот тон с собой куда-то, то вам нужно будет его постоянно протирать, а иначе он испачкает вам просто всю косметичку. На одну сторону лица я нанесу сначала кистью, потом я нанесу спонжем. Вот я нанесла тональный крем в один слой на правую сторону лица при помощи кисти кабуки. Это мой самый любимый способ нанесения, потому что, как вы видите, кожа у меня проблемная. И именно такой способ нанесения, как правило, позволяет мне больше заполировать поры и в печатающем, втаптывающем движением скрыть все воспаления и неровности. Как видите, все скрыто, ничего не видно, перекрытие потрясающее. Не видно ни одного прыщечка, ни одного постакна, не видно ни одной поры. Все очень и очень хорошо выглядит. И больше того, есть еще вот это вот обещанное сияние. При этом сияете вы не как новогодняя елка, а очень даже симпатичное живое сияние, которое будет сохраняться в течение всего дня. Но у этого тона есть свои подводные камни, о которых я расскажу попозже, так что не спешите его покупать. И на вторую сторону лица для чистоты эксперимента я нанесу тот же тон, но уже при помощи спонжа. Забегая вперед, скажу то, что это одно из немногих тональных средств, которые мне нравятся при нанесении спонжем. Чуть-чуть более легкое покрытие, совсем чуть-чуть. Вот это тот редкий случай, когда спонж не съедает большую часть пигмента, когда он не впитывает в себя так много тональной основы, что покрытие сильно-сильно снижается. Здесь как раз-таки тот редкий случай, когда при помощи спонжа у вас получается все тоже достаточно плотное покрытие. Очень ровный тон вышел. Вот здесь вот все же видны воспаления, видно то, что здесь хуже справился с спонж с нанесением, но при помощи отдельной кисти или при помощи консилера эта проблема решается достаточно легко. Что могу в целом сказать по поводу этого тона? Скажу так, этот товарищ крайне неоднозначный. Мне тон понравился, но рекомендовать я вам его, к сожалению, не могу. Если я вам его порекомендую, я боюсь, что в меня полетят помидоры, и вы будете правы, кидая в меня эти самые помидоры. Объясняю, почему я так говорю. Да, есть сияние кожи, которое понравится не каждому, но мне такое нравится, поэтому я в восторге. Да, есть перекрытие воспалений, есть выравнивание текстуры, и не видно всех вот этих вот недостатков кожи. Это тоже просто прекрасно. Это действительно очень классная тональная основа для проблемной и неровной кожи. Также, что хорошо, есть действительно лифтинг эффект. Невероятно, но факт. Когда я смотрю на себя в зеркало, мне кажется, что у меня овал лица более четкий, мне кажется, что лицо чуть-чуть более подтянутое. Не знаю, возможно, это сила самоубеждения, возможно, никакого такого эффекта на самом деле нет, но мне кажется, что лифтинг здесь присутствует. Так в чем же проблема, спросите вы меня? Проблема в том, что я очень-очень сильно вижу тональный крем, когда подхожу близко к зеркалу. Когда я нахожусь на расстоянии вытянутой руки, смотрю на свою кожу, она мне кажется идеальной. Но как только я подхожу вот так вот близко к зеркалу, начинаю себя рассматривать, мне, честно говоря, хочется упасть в обморок. Тональный крем виден на каждой порке. Пигмент как будто бы залип именно в этих порах, он их обозначивает. Он обозначивает каждую маленькую волосиночку на лице. И на некоторых местах, например, вот здесь вот над верхней губой, вообще очень-очень сильно набился пигмент. И такое ощущение, что у меня на лице плотная, приплотная маска, в которой я ходила 12 часов, в которой я 30 раз пропотела, и от которой мне плохо. Вот так выглядит лицо вблизи. У меня, честно говоря, просто разрыв шаблонов происходит, потому что, с одной стороны, я смотрю на себя на удалении, и мне безумно-безумно нравится результат, но когда я подхожу близко к зеркалу, это какой-то ужас. Именно поэтому я не могу рекомендовать вам этот тон. Дальше давайте попробуем гель для бровей. Это гель от Benefit 24 Hour Brow Setter. Это бесцветный прозрачный гель, который должен очень хорошо фиксировать брови. У этого геля очень странная щеточка. С одной стороны у него короткие, но твердые щетинки, а с другой стороны щетинки более длинные, но при этом они такие мягкие, что прочесать ими брови совершенно невозможно. Поэтому я в основном пользуюсь вот короткой стороной. И кроме того, у этого геля, кстати, очень-очень приятный сладкий запах. Вот такой результат вышел с данным гелем. Сейчас я еще нанесу дополнительно маркер, чтобы придать волоскам объем и чтобы заполнить свои пустоты. А в целом мне гель понравился. Он действительно хорошо фиксирует брови, по крайней мере лучше, чем большинство гелей подобных. Но на левой брови он крайне плохо справляется. Левая бровь у меня неудачная. Интересно, у вас есть удачная-неудачная бровь или удачная-неудачная сторона лица? У меня это четко читается. Правая сторона удачная, левая это тихий ужас. Дальше давайте попробуем пудру от Dior Backstage. У меня это оттенок 01 Neutral. Данная пудра очень странная по своей концепции. Почему? Если вы смотрели обзор Lensky Beauty, то вы наверняка уже слышали то, что пудра заявлена как матирующая. Но на самом деле внутри, в составе этой пудры можно рассмотреть много-много маленьких блесточек. И пудра придает коже сияние. Давайте посмотрим, что у нас пишет производитель. Зачитываю сайта Золотого Яблока. Пудра позволяет создать ровный, естественно матовый, запятая сияющий тон. Естественно матовый, запятая сияющий тон. Это как так? Мне кажется, что это две взаимоисключающие опции. То есть тон либо матовый, либо сияющий. Он не может быть одновременно и тем, и другим. Как мне кажется, производитель сам не определился, какой же здесь в итоге финиш. Потому и написал, естественно матовый, запятая сияющий. Сразу скажу то, что пудра, во-первых, очень плотно спрессованная. Ее крайне трудно набирать. Lensky Beauty в своем видео как-то тык-тык-тык-тык-тык-тык нанесла на лицо. Уже все легко. Когда я взяла эту пудру и стала набирать ее на кисть, я в первую очередь удивилась. А почему она не набирается? Я сейчас вам покажу крупным планом то же самое, как она набирается. Не знаю, честно говоря, с чем это связано, но ямку нужно копать кистью конкретно. Либо же можно взять просто более плотную кисть. Ну как, вы видите какой-либо эффект? Я, честно говоря, не особо. Но могу сказать то, что данная пудра не матирует как таковая. Она не закрепляет макияж, потому что я уже много раз ходила с этой пудрой на работу. И потом находила у себя на лице то, что тон куда-то уехал. И также в течение дня будет еще проявляться ваш жирный блеск естественный. И только его усугублять. Из плюсов это не смотрится как жирный блин. Совершенно не смотрится. Больше того, мне нравится сияющий эффект. И мне нравится порой, как это выглядит в конце дня. Но если вы фанат чего-то матового, то это совершенно не для вас. Пудру, к сожалению, тоже рекомендовать не могу. Потому что ни толкового матирования, ни фиксации макияжа, ни толкового какого-то, наоборот, подсвечивания кожи здесь нет. Дальше давайте попробуем вот такое средство от Catrice. Sun Lover Glow Bronzing Powder. Это бронзирующая пудра со светоотражающими частичками. Эта пудра слэш-бронзер должна придавать, скажем так, легкий эффект загара и некий поцелуй солнышка. Я эту пудру взяла по совету Кулепетовой Ксюше, которая сказала, что это своего рода аналог. Средство от Tom Ford, двушки, где светлый хайлайтер и тоже такая светлая бронзирующая пудра. Tom Ford стоит 6000, вот такая пудра стоит рублей 400. Естественно, мне хотелось посмотреть, насколько данное средство будет хорошо выглядеть на коже и понять, подходит ли мне такой эффект, нравится ли мне именно сияющая бронзирующая пудра. И если мне эта пудра подойдет, то возможно потом уже посмотреть на Tom Ford. Беру вот такую вот большую кисть от EcoTools, которую я обычно всегда наношу в бронзеры, и попробуем нанести на лицо. Хм, а неплохо, смотрите, сразу же небольшой эффект загара появился. Ну что, как вам? Мне кажется, очень классный результат. На камере, пожалуй, он виден лучше всего, потому что камера, мне кажется, сейчас поймала именно игру вот этого света и тени. В жизни чуть сложнее взгляду уловить вот эту разницу, потому что эффект получается очень деликатный. Это не яркий бронзер, это что-то именно очень легкое. Данная пудра слэш-бронзер очень хорошо слилась с кожей, она легла крайне незаметно. И если вы делаете макияж, например, с недостаточной освещенностью, то вы эффект можете не заметить вообще, предупреждаю сразу. И дальше давайте попробуем еще хайлайтер от Bobby Brown Pink Glow. Я его добавила в это видео чисто потому, что на него были запросы. Давайте посмотрим на него поближе. Этот хайлайтер славится тем, что у него очень деликатное сияние, тем, что здесь очень хорошая формула, которая не подчеркивает текстуру кожи и которая дает заполировывающий эффект. Вот такой эффект получается с данным хайлайтером. Честно говоря, я от хайлайтера просто без ума. Всю неделю им пользуюсь и не могу нарадоваться, потому что кожа у меня проблемная. Текстура кожи есть везде, в том числе и на месте, куда наносится хайлайтер. Там есть порки и если хайлайтер, честно говоря, ну такой, то видно, видно эти самые поры. И такое ощущение, что когда вы наносите хайлайтер, то вы себя только уродуете. Поэтому очень важно для таких людей, как я, подбирать хайлайтер именно с такой формулой, которая не будет подчеркивать эти самые поры. И вот сейчас, когда я поворачиваю голову, я вижу светоотражение, я вижу очень красивое сияние, но совершенно, совершенно не видно пор, совершенно не видно текстуру кожи. И это просто услада для моих глаз. Ну и последнее, что я хотела вместе с вами попробовать и про что более подробно рассказать, это помада от бренда Ювиньон в коллаборации с Еленой 864. Я уже показывала эту помаду в распаковке, показывала в своем инстаграме, но мне хочется побольше внимания ей уделить, потому что оказалась действительно интересная помада. Я от нее ничего хорошего не ожидала, как и от многих блогерских продуктов. Я уже брала помаду в коллаборации MAC и Kate Clap, и MAC и Наталины, и, честно говоря, ни одной из этих помад я реально не пользуюсь. Во-первых, мне не нравятся формулы MAC, они мне сушат губы, и я принципиально просто не могу их носить, потому что мне постоянно некомфортно, и между помадой MAC и не MAC я, как правило, выбираю не MAC. И также мне цвет там не очень подходит, у Kate Clap слишком светлый цвет, и на мне он смотрится странно, а у Наталины цвет слишком насыщенный у помады, и не всегда он мне подходит по настроению, не всегда хочется носить столь контрастную помаду. И вот эта самая помада, которая называется Sophie, мне казалось то, что будет чем-то похожим, то есть вроде бы проходная помада, но по факту реально пользоваться ты ей постоянно не будешь. Но я очень и очень сильно ошиблась. Цвет у помады оказался очень достойный, мне нравится то, что это действительно нюдовый цвет, эта помада не уходит в рыжинку. Очень хорошая по своему цвету помада, и она мне почему-то очень сильно напоминает помаду от Charlotte Tilbury Pillow Talk. Давайте мы сейчас с вами сравним цвета. Вот Елена 864, и вот наш пресловутый Pillow Talk, который я то люблю, то ненавижу. На камере с софтбоксами цвета выглядят по-разному. У Charlotte, как видите, более теплый оттенок, более рыженький, у Елены чуть более розовый и чуть более спокойный. Но при этом, когда ты смотришь на эти две помады в жизни, кажется, что они просто безумно-безумно похожи. Но в чём отличие? Отличие в том, что, во-первых, у Charlotte, как мне кажется, более матовая формула, и эта формула всё же чуть-чуть подсушивает губы. Как я уже говорила, я совсем не фанат матовых помад, поэтому я к этому очень чувствительна. Но помаду от Charlotte я ношу, и мне нравится её оттенок порой-порой, но вот это вот ощущение небольшого подсушивания меня никогда не отпускает. У помады с Еленой 864 такого нет. Она комфортно наносится, и она совершенно не сушит губы. И в отличие от Charlotte, она не подходит только под тёплые макияжи, и она не рыжит на губах. Вот Charlotte рыжит. Первое время я её за это ненавидела, потому что она раскрылась коричневым-рыжим оттенком на мне. Помада от Yuvignon и Лены подобным свойством не обладает. Она так сильно не теплит, так сильно не рыжит. Вот она, помада у меня на губах. Обвела я губы карандашом от Charlotte Tilbury Pillow Top и нанесла, собственно, саму помаду. На мой взгляд, очень красивый результат. Он подходит моей внешности. В помаде есть как теплинка, так и небольшая холодинка, скажем так. И за счёт этого она достаточно универсальная. Она не очень яркая, то есть она подойдёт под любой макияж. И, как видите, даже сейчас с ненакрашенными глазами, я всё ещё лечусь от конъюнктивида, помада не смотрится так, как будто она здесь лишняя. Ну что ж, вот такой макияж у нас с вами вышел. Теперь давайте напоследок ещё раз обсудим все те средства, которые мы сегодня попробовали. Тональный крем Shiseido Synchroskin Radiant Lifting. Мне понравился по своему финишу. Мне понравилось то, насколько хорошо он перекрывает все недостатки. Мне понравилось сияние кожи. Когда я смотрю на себя в зеркало, мне нравится результат. Мне нравится, насколько здоровой выглядит кожа. Мне нравится, что не видно ни одного воспаления. Мне нравится то, что кожа сияет. Мне нравится эффект лифтинга, который действительно есть. Представляете, он действительно есть. Но, когда ты подходишь близко к своей коже, то ты видишь то, что на лбу, над губой, в порах. Как будто бы застрял пигмент. И этот тон невероятно сильно видно. Поэтому, к сожалению, я не могу вам его рекомендовать. А пудра Dior Backstage Powder No Powder это очень сомнительный вариант. Потому что, на самом деле, непонятно, что она реально делает. Непонятно, матирует она или придает сияние. Потому что, с одной стороны, да, она чуть больше матирует. Но, с другой стороны, здесь есть светоотражающие частички, которые на лице именно сияют. И придается сияющий. И на лице появляется сияющий плеск. И, соответственно, просто разрыв шаблона. Так что же ты делаешь? Ты матируешь или ты сияешь? Мне нравится эффект сияния. Но, к сожалению, данная пудра, кроме сияния, ничего на моей коже не делает. Она не фиксирует макияж. Консилер, тон, потом сползают. Они начинают по лицу перекатываться. Если ты ничем другим не зафиксируешь. Поэтому, ну, не могу я рекомендовать сияющую пудру за 2500 рублей. Ну, не знаю. Кроме того, пудра очень плотно спрессована. И она крайне сложно набирается. В ней нужно прямо-таки копать ямку. Бронзер от Catrice Sun Lover мне очень понравился. Это именно пудра Slash Bronzer. Это очень нежное, деликатное средство. Совершенно не рыжие. Она тоже обладает сияющими частичками. Финиш здесь не матовый. При этом средство нереально деликатное. Оно создает эффект именно небольшого загара, небольшого поцелуя, солнышка. Создает ощущение, как будто бы у вас было лето, а не зима. Поэтому мне все это очень нравится. И, возможно, я все же подумаю над покупкой средства Tom Ford. Гель для бровей Benefit Brow Setter. Действительно хорошо фиксирует брови. Брови стоят на месте, никуда не деваются. Бровь хорошая, фиксируется хорошо. А вот та бровь проблемная, она, конечно же, требует больше усилий. Нужно в 2-3 раза больше времени потратить на то, чтобы ее хорошо уложить, чтобы ее зафиксировать. И иногда все-таки случаются казусы, и бровь сползает с того места, где она должна находиться. Волоски опадают, и, в общем, ничего хорошего не происходит. В целом, фиксация мне понравилась, и даже понравилась больше, чем у моего любимого геля Vivienne Sabo Fixator. Так что есть большая вероятность того, что после того, как закончится эта миниатюра, я приобрету полноразмерную версию. Хайлайтер Bobby Brown Pink Glow мне очень-очень-очень понравился. Это то средство, которое я могу вам рекомендовать без зазрения совести, со спокойной душой, потому что оно настолько красиво выглядит на коже. Оно настолько хорошее и красивое сияние, и деликатное сияние, и текстура кожи не подчеркивается. И настолько все красиво прекрасно. Единственный только момент, если вы не любите настолько светоотражающие хайлайтеры, возможно, это будет не для вас. Но, как мне кажется, это крайне маленький процент населения, и вот такой деликатный, красивый эффект, как мне кажется, не полюбить очень трудно. Поэтому хайлайтер этот, это моя любовь, это мой будущий фаворит, и могу вам рекомендовать его с абсолютно спокойной душой. И последнее средство, которое мы сегодня попробовали, это помада от Yuvignon в коллаборации с Еленой 8-6-4. Очень-очень хорошая помада оказалась, на удивление. Очень похожа на Charlotte Pillow Talk, прямо-таки аналог, но более нюдовый, не такой рыжий. Так что, если вы хотели помаду от Charlotte Tilbury, но не хотели настолько рыжую помаду, которая раскрывается очень на многих девушках именно коричневым рыжим оттенком, если вы боялись эту помаду именно за счет этого цвета, то в таком случае есть вероятность, что в таком случае помада Софи от Елены 8-6-4 вам, скорее всего, подойдет. Мне здесь больше нравится формула, потому что она не сушит губы. Мне здесь больше нравится цвет, потому что он более нюдовый и менее рыжий. И цена здесь тоже приятнее. Эта помада стоит 1000 рублей, Charlotte Tilbury, не помню, сколько я здесь подпишу. Иными словами, на мой взгляд, данный аналог превзошел оригинал и гораздо-гораздо мне больше нравится именно помада от Елены 8-6-4. Ну что ж, это было все, что я хотела вам показать в этом видео. Если вы что-либо из этого пробовали, то пишите свои комментарии, расскажите о своем опыте. Это будет очень полезно другим зрителям, кто тоже хочет приобрести данные средства. В том числе пишите ваше мнение, если у вас другой опыт, если вам не понравились те средства, которые мне понравились. В общем, пишите в любом случае ваши комментарии, это будет полезно. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!